Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Меня зовут Линда. Для тех, кто впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик. Здесь я рассказываю о своей жизни в Америке. Поделюсь с вами нашими последними новостями. Сегодня мы всей семьей идем на Baby Shower. Это мероприятие, которое организовала наша спонсор для своей малышки. Но это не простая малышка. Их историю я расскажу немного позже. А для начала хочу вам рассказать, как происходит здесь Baby Shower. Я получила приглашение электронное, перешла по ссылке. Там было указано место проведения, время проведения. И самое интересное, что там была ссылка на корзину Амазона с необходимыми товарами для малышки. Там целых 133 наименования. И удобно тем, что не нужно ломать голову, какой подарить подарок. То есть можно сразу оплатить и сразу же с доставкой на дом под двери. Это очень удобно на самом деле для наших стран. Это немного неприемлемо в силу разного менталитета. Сами понимаете, мы как-то не привыкли говорить людям, что нам действительно нужно. То есть каждый всегда дарит то, что он считает нужным. И как у нас есть поговорка, даренному коню в зубы не смотрят. А здесь все совершенно наоборот. И это абсолютно нормальная практика. Но мы, к сожалению, не знакомы со всеми ее друзьями, чтобы мы могли как-то, знаете, между собой обсудить, кто что из этого списка покупает. Но через уже несколько дней, когда я начала просматривать вот эту корзину, некоторые товары, то есть они уже начали как бы исчезать из этого списка, потому что они куплены, они оплачены. И то есть ты уже вообще не ломаешь себе голову. На самом деле это очень-очень удобно и это очень практично. Что выбрала я из этого списка? Это был развивающий коврик и одежда. Потому что я как мама двоих деток прекрасно знаю о том, что одежды много не бывает. Тем более в первые месяцы жизни малыша одежда это просто какой-то бесконечный поток стирки. Ее нужно вот так вот менять по кругу, что-то вообще выбрасывать. Ребенок растет со скоростью света. И вот правда одежда, она никогда не бывает лишней. И я скажу честно, я всегда была рада, когда мне дарили одежду малышам. И как я сказала в начале этого видео, что непростая история с малышкой. Наши спонсоры стали приемными родителями. Они удочерили эту девочку. Когда я об этом узнала, я была просто шокирована. Шокирована добротой этих людей, искренностью этой семьи. Я просто была в шоке. Я была в шоке, когда эта семья помогла моей семье, мне, моим детям. Но когда я узнала, что они пошли на такой шаг, я просто была в приятном таком шоке. Потому что на такой шаг на самом деле не каждый человек способен. И способен только тот, у кого большое сердце и светлая душа. И я искренне за них рада. Этот маленький ангелочек обрёл семью в лице наших спонсоров. И пусть это генетически не родные родители, но каждый ребёнок заслуживает на то, чтобы жить в полноценной семье. Каждый ребёнок заслуживает на материнскую любовь, на отцовскую любовь. На тепло, заботу. Это важно абсолютно каждому малышу. И я так рада за этого маленького ангелочка, что она будет расти в полноценной семье. Я искренне рада за наших спонсоров, что они стали родителями. Это не простой путь. Но я уверена, что они будут самыми лучшими родителями для этой малышки. И ещё я хочу ответить на комментарий, который я получила к своему недавнему видео на YouTube. Это написал мой зритель о том, что в Америке ничего не бывает просто так, что мне за всё придётся платить, и никто никогда просто так помогать не будет. Так вот, что я хочу сказать. А вы представьте, что есть люди, которые добрые, которые открытые, которые честные, которые искренние, люди, которые умеют помогать, люди, которые готовы протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Люди, которые не имеют гнильцы, люди, которые не имеют корыстного подтона в своих действиях, в своей помощи. И ключевое, как я уже сказала, люди, которые умеют протянуть руку помощи, потому что не каждый человек на это способен. Тем более в то время, в которое мы живём, встретить таких людей — это подобно какому-то чуду. Но поверьте, такое в мире существует. И вот тоже хочу ещё поделиться с вами таким моментом, что меня в жизни очень много стало окружать вот именно таких историй, таких людей. И первый раз я познакомилась с такой семьёй, когда искала декоратора себе на свадьбу. И когда я познакомилась с Катей, я узнала, что она мама троих деток, и она всех троих деток усыновила. Я тогда ей ещё сказала при первой нашей встрече, что, Катя, ты для меня человек просто с огромнейшим сердцем. Я, правда, я восхищаюсь такими людьми. Я просто снимаю перед тобой шляпу. Моя коллега по банку, она тоже росла без семьи, она сирота. YouTube подарил мне знакомство с одной потрясающей девушкой, которая впоследствии стала моей подругой. Мы очень тесно общаемся. И через определённое время она мне рассказала свою историю о том, что она тоже росла без семьи, её воспитывала бабушка. И вот наши спонсоры тоже такая семья, которая пошла на такой вот очень серьёзный отчаянный шаг. Я не знаю, делитесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Мне, правда, будет очень интересно почитать. Но я лично думаю, что это, наверное, такой знак о том, что, Линда, не стоит всё-таки разочаровываться в людях, что не теряй вот это, наверное, качество во мне, что я в каждом человеке хочу найти что-то доброе, что-то светлое. Зачастую, конечно, я разочаровываюсь в таких людях. И у меня в жизни очень много было подобных историй и с дружбой, и с предательством. И были даже такие моменты, когда вот просто у меня было общение только на расстоянии вытянутой руки. Но я всё равно вот как-то не теряла вот эту надежду, что вот есть же всё-таки какие-то добрые, хорошие люди. И вот видите, наверное, вот эти вот все события показывают мне о том, что да, Линда, они всё-таки есть. Вот не надо, не теряй эту надежду. Эти добрые, искренние люди, они существуют. Вот это мои такие выводы по этому поводу. Что вы думаете, обязательно пишите в комментариях, будет интересно почитать. Но мы будем уже потихоньку собираться. Обязательно покажу, как это всё происходило. Мне самой очень интересно. Надеюсь, что она разрешит мне поснимать некоторые моменты этого прекрасного события их жизни. Так, мы уже приехали. Тут мои дети. Это дом. Видите, вы розовые шарики, много родственников. Я не думаю, что возможно будет снимать, но тем не менее попробую. Может быть, какие-то мелкие моменты мы снимем. Покажу вам немного красивых видов юты. Посмотрите, какие горы. И вот мои дети здесь бегают, играют. Так, тут мама с детками. Мы смотрим на рыбки. Ещё раз повторю, всё проходит в очень узком семейном кругу. Вот гости приходят с подарками. Здесь есть мороженое. Сейчас мы будем кушать мороженое. Так, вот так вот это всё происходит. У них здесь очень уютно. Я кормлю деток мороженым. Как я уже сказала, сами понимаете, такая семейная обстановка, что снимать это просто неуместно. И для этой семьи это на самом деле огромное счастье. Зана полнен радостью. Я так за них счастлива, что они долго шли к этому и пришли наконец-то, что их мечта осуществилась. Иди ко мне. Иди скорее. Иди, мы тоже будем кушать мороженое. Давай. Давай. Да, там рыбки. Друзья, у нас уже следующий день. Вы могли видеть, как мы сходили на Baby Shower. Конечно, снимать было вообще не актуально, потому что были одни родственники. То есть вообще не было ни друзей, ни коллег. И тут с бухты-барахты появляемся мы. Я, конечно, благодарна за приглашение, но мне кажется, что нам, наверное, лучше было бы встретиться на нейтральной территории, обменяться подарками, поздравить с таким приятным событием. Я не могу сказать, что мы ощущали себя, знаете, как не в своей тарелке, но вот ты просто понимаешь, что вот это вообще семья. К нам прекрасно отнеслись. То есть ты не ощущал себя, как бы незваным гостем. Но, скажу честно, мне было немножко некомфортно, потому что я понимала, что это, видимо, такое вот событие, очень важное, очень даже такое, как интимное, и вот только для родных и близких. Но, тем не менее, нас пригласила она. И я ей, конечно, очень благодарна за такой вот жест в нашу сторону. Нам это было, правда, очень приятно. Так, ну а мы сейчас собираемся ехать на футбанк. Я думаю, вы знаете, что такое футбанки в Америке. Внутри футбанка снимать нельзя. Я уже пыталась, но нельзя. Хотя вот говорят, да, что в Америке снимают все, снимают все. Возможно, это зависит от штата. Но вот говорю так, как есть у нас в Юте. Снимать футбанк нельзя. Так что я вам покажу уже после, что мы там сегодня интересного найдем в этом футбанке. Так что поехали. Друзья, мы только что приехали с футбанка. Покажу вам, что нам дали. Точнее, какой набор продуктов мы взяли. Дали дают на самом деле еще больше, чем то, что вы видите сейчас на видео. Но мы многое не берем, потому что мы эти продукты не едим. Значит так, здесь пицца. Просроченного здесь ничего нет. Здесь пицца, бананы. Ну, бананы, конечно, такие уже немножко, немножко уставшие. Но, в принципе, на смузи нормально. Так, вот такие вот спагетти. Глютен-фри, между прочим. Это кекс морковный. Так, далее, что у нас здесь сроки. Хороший, не обращайте внимания на свотч. Это я делала свотч помады L'Oreal матовой. И я ее не могу просто ничем снять, даже мицелляркой. Так, в общем, это у нас пошли консервы. Здесь у нас что? Это рыба красная. Так, что это у нас? Это типа тушенки. Ну, не типа, можно сказать, тушенка. Так, молоко. Вообще, молоко и яйца, это всегда стандартный набор. Со сроками тоже все ок. Вот такой вот соус. Потом вот такая вот заправка для пасты. Идет с сыром и острым перцем. Это томатный соус. Я тоже часто готовлю с ним пасту. Здесь тоже как тушенка, только куриная. Куриная, потом тунец и рио. Это тоже тушенка. Картошка. Так, что у нас здесь еще есть? Интересно. Ну, так, здесь тоже, кстати, со сроками все ок. По-моему, до 26-го года. Это, как я поняла, жаропонижающие средства, потому что ацетаминофен – это парацетамол. Так, это у нас тоже все свежее. Вот покажу вам срок, если вы увидите сейчас. Сейчас, смотрите, до декабря 26-го года. То есть с сроками все ок. Это у нас тоже получается парацетамол. Здесь ацетаминофен. И вот еще перечень, от чего это все. Ну, видимо, от мигрени, от заложенности носа. Ну, в общем, сами понимаете. Так, это тоже леденцы при боли в горле. И тоже они свежие. Вот до 26-го года, вы не поверите. Даже мне попался тинт от Benefit. И он, кстати, тоже новый и хороший срок. Так, давайте смотреть. Вот как бы такой огромный ящик. Но люди брали и два таких ящика. Но для нас это ту мать. Так, вот такие вот конфетки с соленой карамелью. Я буду сюда так немножко отставлять, чтобы не мешало. Два мыла, которые натуральные и они очень вкусно пахнут апельсином. Это сахар. Также здесь еще один томатный соус. Кукуруза, яйца. Вот такой вот набор. Это сливки в кофе. Так, здесь у нас что? Овощи. Здесь лук. Здесь фрукты, по-моему, яблоки. Так, фокусируй. Здесь яблоки и апельсины. И вот здесь вот замороженные киви. Конечно, я не очень такое люблю, ты знаешь честно. Но срок до 25-го года. В общем, вот так вот мы сходили на фудбанк. Для нас это, скажу честно, и так too much. Это слишком много всего. Но, в принципе, я очень довольна. Обязательно делитесь в комментариях, в каком штате вы, какие у вас фудбанки. Там, к сожалению, внутри снимать нельзя. Поэтому показываю вам уже дома, что непосредственно мы с собой взяли. Вообще, вы знаете, я очень люблю фудбанки. Потому что вот я всегда думаю, знаете, о пожилых людях, например, у которых там нет возможности покупать те же продукты. Или ряд других причин. Или мало вот обеспеченные семьи. Фудбанк, поверьте мне, очень хорошо выручает. Это вот мы взяли на самом деле только 40% из того, что дают. А так, на самом деле, на семью неплохо можно брать продукты. И для пожилых людей, я вообще считаю, это просто прекрасно. Вот я всегда думаю, в наших бы странах, если бы такое было бы, например, бабушки, дедушки могли бы тоже пользоваться фудбанком. Друзья, спасибо за то, что были со мной. Поддержите это видео вашим лайком. Обязательно подписывайтесь на канал. Разворачивайте инфобокс. Там есть информация о том, как можно поддержать меня и мой канал. Мне это будет очень приятно. Но мы с вами увидимся уже совсем скоро в новых видео. Всем пока!